Всем привет, друзья! С вами Дима OnePoint, и мы продолжаем играть в Need for Speed Most Wanted Pepega Edition версия 2.0, и в предыдущей серии у нас был вот этот прекрасный Porsche Cayman S. Если вдруг не смотрели, то здесь сверху подсказочки, можете перейти и посмотреть. Ну а сегодня мы будем продолжать прокачивать машины с пометочкой плюсик, поэтому да, конечно же у нас продолжается передача весь тюнинг, правда я не знаю, насколько долго я её выдержу, мне как всегда хочется максимально много автомобилей прокачать, Но я вижу, что у вас к этой передаче интерес далеко не большой, но тем не менее, я буду стараться это делать, пока у меня есть силы, и сегодня, наконец-то, мы будем прокачивать ту машину, которую я ждал и которую обязательно хотел прокачать, на которой я уже катался в предыдущей серии и прекрасно понимаю, в одной из предыдущих серий, и прекрасно понимаю, как она едет. Это топовая тачка в этом моде, Mazda MX-5 Miata, самое первое поколение, которое называется, с кодовым названием, кузова N.A. Здесь у нас, наконец-то, плюсик, потому что в первой версии мода её практически никак нельзя было затюнинговать, сделать из неё просто мега колхоз, хотя нет, она изначально была мега колхоз, и этот колхоз из неё нельзя было убрать. Здесь же теперь можно, наоборот, повесить на неё колхоз. Давайте смотреть на него, поэтому идём в Рисер Китс, у нас их 6 штук есть, мне прям интересно. Итак, вот такой вот обвесик, вот такой, 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 вот он, вот этот колхозный обвес, который был у нас в первой версии, и боди 6, друзья. Вот боди 6, это вот прям самая главная пушка-гонка на районе у нас получается, потому что задний бампер просто убирается. Спереди огромный, огромнейший сплиттер, и вообще у нас машина становится такой, как будто она сделана под Тейм-Атэк. Но, под Тейм-Атэк она, конечно, сделана, но, тем не менее, ей будет не хватать, по крайней мере, расширителей арок. Ну ладно, я не знаю, может быть, на неё будут эти расширители арок, поэтому пока что ставим так. Так, сзади нам нужно огромнейший, жирный, просто спойлер, поставьте, посмотрите, какой огромный, какой огромный спойлер, чего? Тейм-Атэк-Винг, называется это всё дело, и он нереально огромный, он просто большущий, жесть. Ну и тут у нас пошли уже обычные спойлера наши, рипперфиштейл, виппербанши, а вроде даже неплохо на ней смотрится, да? Что вы скажете, у тебя такая огромная, жирная лавка, дактейл. Блин, слушайте, ну тут прям спойлеров-то вообще дофига, какие можно поставить, какие хочешь вообще можно поставить. Так, а мемные есть? Я так понимаю, что и мемные должны быть. Ох, ты ж блин, сколько дактейлов-то, ёкало-мане, а? На неё можно запихнуть, это удобненько, это классно. Блин, ей как-то многие спойлера идут, да, тут есть даже вот эти мемные спойлера. Шикарно, можно из неё сделать мемчик, но мы не будем делать, мы будем делать из неё машину для Тейм-Атэк, поэтому погнали ставить вот этот спойлер GTR, мне он понравился больше всего. Теперь по колёсикам. Но я считаю, что здесь у нас никакого выбора нету, как только ББС. ББСы на мазе смотрятся хорошо, поэтому давайте ставить их. Блин, ББСы, конечно, от GTR, просто я каждый раз когда на них попадаю, я такой, э, ББСы от GTR. Так, BB-Minds Evolution, можно даже чуть-чуть вот такими их сделать, 18-го радиуса, пускай они у нас будут. Да, немножечко как-то, кстати, нет, не то что-то получается. Надо какие-то диски ставить, чтобы у нас на резине было что-то написано, Прям был максимальный Time attack, да Так, ну что, ставим музешки У нас ничего не написано на резине Racing hard Давай, гоночное сердце Практически, практически Название у нас гоночное сердце, но там немножко пишется Это по-другому Рожа Блин, я не могу вспомнить, где у нас на резине что-то было написано А, ну вот, у нас есть на ратиформах, по идее Но ратиформы здесь не в кассу Вообще, потому что у нас тут не стенд с автомобилем А у нас тут пушка-гонка Шмидты тоже не особо подойдут Волки, что ли, в итоге ставить? Ну, волки, конечно, всему голова Ну да, вот Той Тайрис можно поставить Ну ладно, я хотел ББС, но, в принципе ТЕ-шки 37-е на нее тоже вполне себе пойдут Поэтому давайте поставим их Хер с ним, пускай будет так Что у нас по капотам? Карбончик Ой, ну капоты здесь, конечно, жирнющие Ну, конечно же, карбончик Ну, тайм-отэк, ребята Поскольку у нас здесь тайм-отэк, можно даже На нее и воздухозаборник, мне кажется, поставить Потому что, ну, для тайм-отэка, вы не поверите Но это иногда ставят Стоп, подождите, что, что, что? Нет, я сейчас уберу пока что Мне интересно, что здесь с крышами Тут можно крышу редактировать Карбончик Оооо А, то есть прям вот так вот, да? То есть прям вот так Ну ладно, мы оставим стоковую крышу Не будем делать из нее кабриолет Заодно вернем вот эту вот тему Пускай будет Пускай, у нас все-таки Качка для тайм-отэка, поэтому Вполне себе возможно все You don't need this Руф мы поставили Так, давайте сейчас тогда поставим тормоза Underground 2 Style нам не подойдет Нам нужно что-нибудь такое максимально жирное Поэтому оставляем сток Мне кажется, стоковые тормозилки Самые вообще окейные Хотя у нас есть еще и всякие Соблазнительные стоп Тегбрейкс Байрбрейкс Пепегабрейкс Ладно, оставим сток Потому что они тоже смотрятся Вполне себе хорошо Давайте посмотрим, что у нас С фонарями В данном случае с фарами С фарой можно поменять Блин, я думал, что у нас и фонари тоже можно Но нифига Ладно, чтобы она у нас была максимально милашная Откроем у нее фары А вот фонари печально Блин, фонари бы я тоже хотел поменять Ну ладно, Attachment Давайте смотреть Первый слот Что у нас тут дается Ага Мы можем поменять сидения Отлично Выбор там огромнейший вообще сидений Но я, наверное, Spark Black поставлю Чтобы черные особо в глаза не бросались И смотрим, что тут у нас Ну и, конечно же, каркас безопасности Все это, конечно, прикольно Естественно, ставим фуловый каркас безопасности Но, черт возьми, я хотел, чтобы у нас Были тут какие-то расширители на арк Но их нету, нифига Это печально Это печально Ладно, идем в GoFester Конечно же, Max Power Конечно же, оставляем машину красной Я ее сделаю просто потемнее Потому что я считаю, что на MX-5 должен быть красный цвет Идем по винилам смотреть Что у нас там есть от Community, например И от Community у нас есть вот такая вот раскраска Вот такая Grady Вот такая Слушайте, нормально так раскрасок, да, получается Вот ProStreet есть Вот такая вот Toyo Вот, кстати, Toyo прикольно смотрится Ну и пошли у нас уже Стоковые Оп, стоп Какие стоковые? Вот такого у нас, кстати, не было Полосы пошли Ох, блин, сколько раскрасок на MX-5 Вот это мне нравится Вот это хорошо Так, давайте забацаем сейчас красненькую С белыми полосочками Почему бы и нет? Почему бы и нет? Пускай будет Вот такая вот у нас красота гоночная получается Блин, мне нравится Mazda, ты красавица Так, ну что, по дискам Можно, кстати, их сделать черными Потому что все-таки у нас машина для TMA Tech, да Давайте их забацаем все-таки в черный И, конечно же, слегка подтонируем Light Green сделаем Хотя, блин, я не знаю Делать черные катки или нет Давайте, наверное, все-таки оставим их вот такого вот цвета Потому что черный, мне кажется, уже перебор Так, ну и декали Я тут заметил, что намного по гоночному Более по гоночному смотрятся машины Когда ставишь на нее куча декалей Поэтому сейчас мы это и сделаем Ну что же, ребята Под Гангсас Парадайс Ремикс Я вам представляю машину, которая у меня получилась И мне кажется, это максимально гоночная пушка Вы только взгляните на этого спортивного атлета Мне кажется, эта машина будет рвать просто все и вся Даже без какой-либо настройкой от, ну, понимаете, да? От Крут Тактикс у нас Вот, короче, блин, смотрится она реально круто Я даже сейчас больше ничего трогать не хочу Я не хочу сделать кастом гауджес Я не хочу никакие просто вот эти вот менять рамки номерные Сейчас мы идем и сразу катаемся на этой тачке Потому что мне кажется, что эта машина выглядит просто потрясающе Больше ничто с ней делать не нужно Поэтому идем сразу в Сёркут И я хочу максимально доминировать Нам нужно выбрать, ну, какую-нибудь такую трассу Давайте вот эту вот возьмем Где у нас побольше поворотов Потому что я, вот реально, я чувствую, что сейчас она даже без настройки Будет ехать очень и очень хорошо Но опять же, ошибаюсь я или нет Сейчас мы это все узнаем Фейт-такси у меня наклеечка Ну и, конечно, сейчас мы стартуем прям максимально странно С очень странного пути Ну а соперники у нас такие Не суперсложные И куда-то все уехали не туда И тачка, как всегда, выстреливает Нет, ну реально У меня закрадывается все-таки подозрение Что эту модификацию делали для меня Потому что MX-5 тут едет еще более фантастически Чем она ехала в предыдущей версии модификации Ну прям совсем едет Слишком хорошо Прям слишком хорошо Да, вот прям улетает Даже без замедления просто куда залетели Вот так вот между трафиком Ох ты ж, блин Вот тут вот забор поймал Кидануло и, черт возьми, все-таки Трафик я поймал И там нас догоняет Римак! Ты что меня в стены кидаешь? Ну конечно, римак не отстает Но тем временем мы еще и не прокачали этот автомобиль в Куру Тактикс Но тем не менее тачка уже хорошо едет Давайте прям в замедление закинемся Ох ты! Видали? Вот это занос! Вот это занос! Вот это было по красоте! Блин, тачка едет просто идеально Ну вот как я говорил То, что в предыдущей версии мода MX-5 это была одной из зомбовых пушек И здесь у нас то же самое Вот просто в замедлении Каждый поворот заходим и все Здесь у нас так же Аккуратненько Вообще без проблем То есть мне не приходится как-то отправлять машину Ее не заносит С ней вообще ничего не происходит Она просто как будто на рельсы встает И едет Вообще по красоте Просто по красоте Ну что же, у нас тут где-то уже финиш И мы спокойно прилетаем На скорости 300 км в час на финиш Естественно выиграли Ну там практически 300 км в час 297 у нас получилось На финише Но тем не менее Черт возьми Как она едет! Как она едет, ребят! Это просто нет слов Я, конечно, понимаю Что многим не интересно На таких мбовых тачках ездить Но мне очень импонирует Что они сделали Мою мечту Мою любимую машину Вот прям вот такой Что она просто рвет всех и вся Я говорю реально Они делали модификацию не для кур Они делали тупо для меня Они взяли и сделали Мою тачку имбовой Ну это же красотища полная Кстати Насколько она сейчас Более детализирована По сравнению с первой версией мода Там прям было совсем Все плохо с MX-5 Здесь же все вообще Замечательно Ох ты же, блин Я тормозился Так, ну что же И при этом прекрасном моменте Давайте Сразу попробуем сделать Кура Тактикс И Вообще на самом деле Кура Тактикс Мне не особо нравится Как машины После такой После такого тюнинга Управляются Но тем не менее Давайте посмотрим Опять же Как я всегда говорю Все же читают Что Кура Лучший спидрайнер По NFS Там Самые крутые у него Настройки и так далее Поэтому мы сейчас Все так и настраиваем Но Что сказать Машина пушка Машина вещь Очень хорошо Отормаживается Очень быстро Набирает скорость И очень хорошо Заходят повороты Хотя кстати Опять же Кажется как будто Она несется Прям вообще нереально Но Если посмотреть по спидометру То скорость не такая Смасшедшая Хотя вот сейчас В свои 300 км в час Она очень неплохо Набирает И Небольшой полет Так у нас тут Связка сложных поворотов Сейчас посмотрим Как MX-5 С этим справится Немножечко Отормаживаюсь И тормозит просто Как вкопанная Блин Мне очень нравится Этот автомобиль Мне реально Очень нравится Этот автомобиль Я не знаю Как получается так Но Каждый раз Когда я в пепегом моде Что в первой версии Что в второй Беру MX-5 Я сразу же ее начинаю Нахваливать Но я не знаю Что такое Мы даже в тот раз Когда проходили Это все воспитание И там была Мазда MX-5 Я ее конечно же Сразу же нахваливал Но потому что Ехала она очень хорошо И сейчас она продолжает Так же хорошо ехать Смотрите Я вот тут у нас Резкий поворот Я опа Заехал сразу Вообще Ничего не делал Просто чуть-чуть Сбросил газ Даже тормозить Не надо было Она 340 сейчас Просто по прямой едет Но это Охренеть Это просто охренеть У меня нет слов Если бы у меня еще была Намного лучше реакция А не такая старческая 30-летнего мужика Как у меня сейчас Поэтому я так Не особо хорошо В повороты вхожу Но тем не менее Это просто Просто пушка Если вам нужна машина Которая будет рвать Все и вся В пепегом моде Ребята Вот оно Вот оно Рыба моей мечты Я сейчас Все на рыбе Моей мечты Позабивал Но я тут даже Не знаю Мне кажется Тут больше смысла Вообще нету Ничего рассказывать Во-первых Я показал вам тюнинг Во-вторых Я вам показал Как она едет При полной прокачке Вы кстати Видите да Там еще у нас И щит С рекламой Need for speed Hot pursuit Поэтому мне кажется Отличное место Чтобы завершить Эту серию Всем огромное спасибо За просмотр Если вам понравилось Это MX5 Или то как я ее сделал Или вам просто нравится MX5 Ребята Не забываем Отмечаться лайком Под этим видео И конечно же Нажимать на колокольчик И на подписку Если вдруг вы этого Не сделали Всем огромное спасибо За просмотр И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok